Приветствую вас, братья и сестры. Меня зовут Галина, я из Воронежа. Кто-то меня знает, кто-то нет. Я хотела сегодня с вами поделиться тем, что я была в общении. Это честь для меня, это великая радость, это великое благословение, что я перед собой вижу выросших детей, тех людей, которым в свое время мне приходилось свидетельствовать. Это такая радость, что их дети в церкви, что они благодарят Господа. И вчера это такое было общение, просто необыкновенное. Я очень благодарна за это Господу. Я вам сказала, что я из Воронежа, но я являюсь членом церкви Тамбова. И расскажу, как это произошло. Семья Назарчук сыграла в моей жизни большую роль и становление. К покаянию меня призвали другие люди, но трудиться для Господа меня научили братья. Было так интересно, что Ливны, вот сегодня есть люди из города Ливны, они тоже сыграли вот эту такую роль. Я была знакома с сестрами, и братья Назарчуки и другие приезжали на служение в тот город. И они написали, а вы не против, если к вам приедут? А у меня тогда была очень большая духовная нужда, которую я просила у Бога, чтобы он мне дал ответ, как быть и жить дальше. И когда я получила вот это письмо, в конце была приписка. Вот, мы хотим к вам приехать, вы можете нас встретить, Рувим Аполосович. Я посмотрела, и у меня внутри был, вот этот человек даст тебе ответ на твои вот эти запросы. Но когда они приехали, то это были молодые братья, а я представляла себе, внутри себя, что это будет старец с бородой. И поэтому я не стала задавать ему вопросы, которые меня волновали. И когда закончилось служение, и мы шли по дороге, Рувим Аполосович, не зная вот этой моей нужды, не зная этих вопросов, он дал ответы на все мои запросы. И я тогда поняла, что это братья, которые водимы Духом Святым. Потом, когда Рувим Аполосович приехал вот сюда, в Тамбов, на служение, то у меня уже не стоял вопрос, когда он приглашал, я всегда приезжала. И поэтому сейчас, оглядываясь назад, для меня великое счастье, что я была на первом Новом году, когда это было для этой церкви. Первое крещение, оно было осенью, глубокой осенью, на речке даже был небольшой лед. И принимал крещение дедушка, папа Рувим Аполосовича, Аполос Николаевич, преподавал это крещение. Это такие вот воспоминания о наставничестве, что были те люди, которые нас вели, звали. Я могу о себе сказать, что я тогда не понимала. Мне казалось, а что я могу? Я ничего не могу. И я была вот как тот осел. Упиралась, не делала что-то. Но слова Рувим Аполосовича, а кто будет делать? Так надо. И я вспоминала, как его отвязывали, этого осла, и сказали, он надобен Господу. Я благодарна Господу, что мои усилия были ему нужны. Он меня призвал и научил. Хотя многого мы не знали. Мы не проходили никакую школу. И вот тогда были нашими наставниками наши старшие братья и сестры, которых учили их. А у Тамбова необыкновенный опыт, потому что основная масса церквей, они даже не помнят дня основания и кто были первыми, вот те, кто миссионерствовал в этих городах. Потому что там уже ведут служение и приезжают целыми семьями. А здесь вот так приехали. И первое свидетельство – это было детям. Показали фильм «Жизнь Иисуса Христа». И на основании этого образовалась воскресная школа. А этих детей приводили их родители. И они стали тоже приходить в служение. Помогали очень много верующих, которые живут в странах СНГ и дальнем зарубежье. Благодаря вот такой общительности этой семьи они приезжали и помогали. Были евангелизационные служения во дворах больших домов. Ездили по разным городам – Уварово, Мичуринск и даже до Вологды. До Вологды мы добирались попутками. Сейчас это представить невозможно. Мы ездили на машинах и без машин, потому что так надо было. И благодаря этому сегодня мы видим результат вот этого многолетнего труда. Я вспоминаю такой курьезный момент с Аполос Николаевичем, это папой Рувима Аполосовича, когда мы из одной деревни в другую шли на служение, потому что там были всего два человека, которые хотели послушать о Боге. А расстояние было 10 километров. И нам надо было еще обратно вернуться. И 10 километров до трассы, чтобы уехать. Вот этому брату было больше 60 лет на тот момент. Я за ним не успевала. Мы были в резиновых сапогах, потому что был дождь. И вот как брат рассказывал о том, что такое сцепление, я его очень понимаю, резиновых сапогах с травой. И вот он своими шагами бежит и рассказывает. Вы знаете, как он любит всегда рассказывать о Слове Божьем. Он бежит впереди меня и рассказывает. Тут он подскальзывается, едет, остается только на руках и говорит басом таким. Ой, чуть не упал. И мы идем дальше. Вот такое благословение было во всем. Когда нас приглашали в большие церкви, чтобы мы посмотрели, что верующих очень много и как они славят Господа. В этом помогал очень Вячеслав Аполлосович. Он всегда встречал добродушно и даже свою койку отдавал. Вы знаете, какой он жертвенный. Петр Аполлосович, он много трудился здесь и в Вологде. Я вспоминаю, как мы на Волге ездили, и она заглохла посреди дороги, а был минус 31 градус. И мы зажгли шину и грелись возле нее. Когда я вернулась, у меня оказалось, что половина шубы сзади сгорела. И Бог давал и мудрость, и трудности, и страх, и как все это преодолевать. И мы учились по ходу. Мы делали ошибки. Но мы продвигались вперед. И Бог давал такую мудрость, которой у людей ее просто нет. И никакие вузы не дадут такие знания, как дает Дух Святой, который, когда ты молишься и просишь, и нуждаешься, и не знаешь ни о чем говорить, ни как говорить, никуда вести. Поэтому мне хочется, чтобы милость Божья, она распространялась и дальше. Мне приятно было быть вот вчера в таком великолепном общении с молодыми душами. И я всегда вот вспоминаю о том, что мы с вами, это тройственны, так же, как и наш великий Бог. Он Отец, Сын и Дух Святой, а мы с вами Дух, Душа и Тело. И вот мы по плоти имеем наших родителей, носим фамилию. Мы живем в какой-то стране, рождены в ней. Жить мы можем везде. И мы должны продолжение быть рода. И так же мы, Бог наш Отец, а Церковь наша мама, в которую мы попали, и мы растем здесь духовно для того, чтобы дойти нам с вами до вечности. Пусть Бог благословит, пусть Бог обильно благословит и даст, чтобы действительно Слово Его распространялось от края до края. И чтобы мы помнили наставников наших. И чтобы мы поддерживали, как Аарон поддерживал руки Моисея. Трудностей и неурядиц, и печали, и огорчений. Вы просто представьте, сколько нас, и каждому из нас надо улыбнуться. Каждого из нас нужно ободрить. Поэтому будем вмещать тех, кто трудится вместе с нами, рядом с нами.